здравствуйте дорогие мои постоянные зрители подписчики и гости моего канала с вами птица мудрая с новым магическим ритуалом и сначала я благодарю тех кто щедро подключился к энергиям канала и для вас конечно ритуалы сработают более мощно кроме того с вами проводится дополнительная работа за кадром на усиление энергии дорогие мои пишите в комментариях результаты работы магических действий делитесь для меня это важно потому что по вашим отзывам я буду выстраивать работу дальше и также это важно тем кто читает и смотрит этот канал чтобы убедиться что все действительно работает и что это все правда итак сегодня у нас очередной расклад карт это метафорические ассоциативные карты набор картинок совершенно не секрет ну через картинки легче смотреть какую-то информацию потому что в подсознании у нас 90 процентов информации перехранится в виде картинок поэтому в коллективном бессознательном когда я туда погружаюсь я тоже там нахожу ответы через картинки итак наши карты спросим маятник работает с нами сегодня карты или нет ответите ли вы на наши вопросы и маятник просто с разгона начинает крутится по часовой стрелке крутится по часовой стрелке он набирает скорость спасибо и мы разложим карты вы уже готовы потому что у вас есть запрос вопрос который вы хотели бы порешать сегодня или вы просто хотите карту на неделю а начал обратить внимание либо у вас будет решение через карту придет что делать первую очередь я получу поэтому я люблю действие поэтому я всегда говорю вам действуем 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 действий итак загадайте номер от 1 до 9 это будет ваша карта которая ответит вам ваш вопрос итак карта номер 1 эта карта у нас попадается часто с разными уже вариациями на тему в данном случае те кто выбрал карту номер один говорит о том что вы сейчас сильны и неважно какие препятствия стоят перед вами вы справитесь огонь говорит о том что у вас мощная сила мощная сила но стоит предупреждение осторожно силу вас слишком много не наворотите не навредите кроме того для тех кто с этой картой здесь вы можете быть можете заметить вот здесь я вижу лицо здесь вот вижу человеческий силуэт вот здесь вижу человеческий силуэт это говорит о том что духи огня духе огня вы можете духе огня с вами вот еще и силуэт духе огня с вами духе природы с вами у вас есть ресурс у вас есть поддержка но вот это темное лицо это то с кем вы боретесь то с кем и с чем вы боретесь то с кем вы с чем вы боретесь они намного слабее вас магические это или психологические это вы должны понимать но не наворотите больше чем нужно потому что можно быть сильнее но можно все поломать осторожно используйте всю свою энергию карта номер два вы витаете в облаках вы витаете в облаках вы обманываете себя самого себя сами вы не видите правду потому что это то ваше состояние защищенности состояние ребенка поэтому вы хотите обманывать себя на самом деле перестаньте себя обманывать в чем-то вы думаете что все хорошо но не так хорошо или может быть вы думаете что все плохо на самом деле все не так плохо посмотрите в чем вы обманываете себя перестаньте себя обманывать вернитесь в реальность посмотрите на настоящее спуститесь с облаков карта номер три бывает что карты повторяются в раскладах но они могут означать что-то новое что-то другое здесь это нет у карты одного какого-то значения и каждый раз я могу увидеть что-то еще сейчас я здесь вижу семью семью у которой может быть и есть какие-то трудности но вы плечо к плечу и с этими трудностями справляетесь а если вы не плечо к плечу то надо встать плечо к плечу потому что сейчас самая вас ресурс самый ресурс для того чтобы справиться с вашими проблемами это семья семейные ценности это рядом те кто родные близкие такие же как вы поэтому сейчас нужно встать друг другу плечо к плечу и справиться с теми задачами которые у вас есть маленькие или большие решаем все вместе все задачи делаем вместе вместе со своей семьей карта номер четыре здесь вот такая красота казалось бы красота это такой скорее я вижу здесь закат закат и спокойствие что-то у вас было что-то бурное было что-то происходило какие-то эмоции происходили какие-то дела и на сегодняшний день у вас период как бы перезагрузки окончание каких-то больших дел может не сильно больших но окончание чего-то какого-то периода и такая пауза пауза твикс что я могу сказать какой дать совет тем точнее что дает какой совет карта тем кто эту эту картинку получает бывает такое что вы достигли какой-то цели и вдруг понимаете что дальше не знаете чем заняться вроде как бы все хорошо радости как таковой нету или может быть у вас что-то вы делали делали но в итоге пришли какому-то завершающему этапу и он может быть не тот который вы ожидали но вроде как дальше уже никак ну все закончилось шли шли пришли куда пришли зачем пришли но это пауза но радость может быть это и закат но смотрите какая у нас луна растущая луна растущая это говорит о том что дальше уже вот вы эту паузу откройте глаза дальше есть чем заниматься что-то новое произойдет что-то новое немножко перед переждите не суетитесь отдохните не переживайте успокойтесь и начнется что-то новое для вас может быть это даже новое оно здесь вот как бы вот нет толпы это новое касается вас лично вашего внутреннего в первую очередь такой новый период когда вы будете новым человеком другим что-то изменилось что-то изменится вот такой стоп перезагрузились просто вздохните выдохните не помедитируйте ничего активного делать не надо вот-вот наступит новый период когда у вас все будет чуть-чуть по-другому карта номер пять тоже возможно была такая на него и здесь вот у нас шут и девушка шут сидит и одним концом тут этот гамак он прикреплен голове девушки ох я бы сказала что здесь есть какие-то альфонсы или те кто как говорится присосался вампировки и вы пока еще держитесь и может быть вы не замечаете и вы думаете что так оно и должно быть вы думаете или голове прикручено вы думаете что это нормально что вы кого-то обслуживаете что это нормально что кто-то пользуется вами вы такая сильная или вы такой сильный этот кто-то сидит балду гоняет шутки шутит на самом деле здесь нужно обернуться посмотреть потому что пока вы держите вы крепко стоите на одном месте и там будут вдали те далее далее там вдали есть кораблик вы даже не видите не замечаете вы лично себя стопорите отдаваясь отдавая себя в жизнь другого стояни жертвой когда думаешь ради него я только все ради него или только ради неё у вас есть еще свое предназначение и это предназначение вот у тех у кого эта карта не быть жертвой а давай остановиться и пойти поискать еще и себя договориться с этим персонажем если он очень дорог и искать себя и делать свое дело карта номер 6 тоже повторяется кажется но очевидно так нужно видите девушка в маске девушка чертит круг защита нужна защищенность вы знаете у меня приходит есть у меня одно из видео где нужно поменять имя поменяйте имя и походите с новым именем почувствуйте себя по другому напишите несколько имен на бумажке подержите каждую бумажку отдельно в руки представьте например берете в руки и говорите я там не Таня я теперь Оля или наоборот и как я чувствую себя когда у меня другое имя повыбирайте имя почувствуйте можете по списочку потыкать можете взять несколько имен и попробовать себя в разных именах время поменять имя время поменять имя для тех кто работает ну кто сидит в соцсетях кто работает в соцсетях или просто там много времени находится может быть даже там сменить ник немножко пора что-то поменять смените аватарку смените имя смените тайное имя и никому не говорите что вы сейчас с другим именем время менять имена карта номер семь карта номер семь здесь такой вот бой он трудный самый но я наверно мне идет эта карта учебы карта учебы повышение квалификации сдавания каких-то экзаменов защита чего-то каких-то знаний это может быть и перед самим собой когда вы что-то там прочитали давно ну даже банально прочитали рецепт и теперь самому себе надо доказать что хороший повар хорошая хозяйка это сдача экзаменов самому себе но в первую очередь конечно карта говорит о том что у вас учеба и повышение квалификации просто учеба какая-то каких-то документов получения может быть вы паспорт меняете и тоже так чувствуете себя победителем что у меня что новая бумажка может быть и это но здесь вы в состоянии победителя и в состоянии что все получится это хорошо так что ни пуха ни пера давайте докажите себе миру что вы теперь на более высокой ступени ума и мудрости карта номер восемь карта номер восемь говорит об отношениях какой бы вы не задали себе запрос ваш ресурс сейчас в любви в первую очередь в любви к себе во вторую очередь в любви к своей половинке или вы открыты к отношениям откройтесь ваши ресурсы в любви любите любите открывайтесь но самая большая любовь это любовь к Бога здесь вот такое солнце и лучи самая большая любовь это любовь к Богу поэтому кроме любви к людям ну к человеку к кому-то к половинке обязательно обязательно сходите в свой храм в свою церковь к своему Богу обратитесь к своим Богам именно для того чтобы обменяться получить божественную любовь обменяться энергиями карта номер девять карта номер девять вот тут вот девушка она ворона а здесь еще много птиц и зима но девушка с цветочками она украшена цветочками я так думаю вы открываете в себе что-то новое вы открываете что у вас есть что-то о чем вы не подозревали а если вы еще не открыли то посмотрите открытие ваших талантов то в чем вы специалист подумайте в чем вы лучше всех остальных что вы лучше всего делаете я сейчас вспоминаю один случай когда я работала на турбазе там кем только я там не работала там я получила очень мощную энергию стать шаманкой потому что это в горах и вот там была одна женщина она работала так скажем гувернанткой или как это называется когда она прибирала прибирала домики мыла после до и после приезжающих отдыхающих помогала на кухне прибирать и она говорит мне очень обидно от меня как-то говорит мне очень обидно что все достигли какого-то результата отучились у них там всякое образование а у меня всего там восемь классов и я всю жизнь вот так вот прибираюсь господи дорогая ты так прибираешься быстро и чисто ты делаешь все настолько хорошо вот лучше тебя у нас точно на турбазе точно нет такого специалиста который мог бы работать лучше тебя именно это я всегда говорю что никто ни выше ни ниже ни по какой профессии потому что все профессии нужны все профессии важны и все профессии уважаемые поэтому нужно думать о том что как раз от винтиков и болтиков зависит развалится машина или нет именно как раз люди которые делают что-то руками какую-то маленькую казалось бы работу они есть основы и фундамент всего остального надо понимать и ценить это в себе и в других так вот на сегодняшний день вы должны понять в чем вы специалист и принять это что вы крутой специалист и на самом деле вы обнаружите что вас уважают за вашу способность за ваш труд примите это уважение откройтесь этому уважению и вы почувствуете уверенность в себе всем спасибо и сегодня у нас закончен закончен наш рассказ что это я начнете и это все Продолжение следует...